Я думаю так, про информационные войны, которые естественные, и они чем дальше будем жить, тем они будут мощнее и тоньше, и глубже проникать. Ну, наверное, люди в возрасте, они какое-то сито уже имеют, уже не раз погоревшие на всяких МММ, на всяких МММ там и прочее, там где. Уже у них какая-то защитная мозоль должна быть, это также и политики касаемо, наверное, надо, не знаю, сказать, перечитывайте классику, там все сказано, может и это тоже. А так как защититься? Выключить телевизоры, выключить интернет? Нет, все равно какая-то вирусы доходят до нас, что-то западает. Наверное, надо свое сердце и душу слушать, вот какой ты, не считай, что ты нормальный человек, и та информация, к которой приходит, вот какое твое отношение? Наверное, надо от этого от себя и плясать, мне кажется. Потом надо от интереса своей страны, в конце концов мы граждане этой страны. Вот сейчас у меня сценарий один, который я хотел полный метр сделать, по одному сценарию уже сняли комедию, где я играл, а сейчас другой сценарий. Вот так, надеюсь, надеюсь, я сейчас переделаю, потому что на полный метр надо много денег. А если сделать телевизионный четырехсерийный фильм недели, четыре серии, такой небольшой сериалчик, сериалчик, то это то, что вот мое мнение, это мемино наших дней, назову так, если с чем-то сравнивать. Вот, мне кажется, там многие ответы на многие вопросы, потому что там интернациональная команда, которые грузины, армяне, украинцы, русские, во главе стоят, все это, команды. И там я на многие, которые сам себе задаю вопросы, там я и отвечаю. К чему? Мне кажется, эта страна, она всю историю России была интернациональна, многонациональна, и такой и должна быть. Потому что без, и все это, да, во главе должны быть. Русский дух во всем должен быть. Мне всегда бесит, когда, там я не буду говорить, там армяне, грузины, азербайджанцы или кто-то, что-то, и при Балтии здесь начинают, ну, елки-палки, ну, ты приехал, ты посмотри, как люди, какие уставы в этой стране, какие обычаи, традиции, и веди себя так, чтобы адекватно вот этой ситуации, этой стране. Ну, когда приезжают, вот мы такие, это неправильно, ну, езжай тогда там у себя, овец режешь на улице перед домом, ради бога, ну, нельзя же так. Все-таки культура, культура, она немножко культура сейчас ушла. То, что в Советском Союзе, то есть, интеллигенция другая была. Сейчас как-то все, я говорю, это вот наследие денег, оно пошло, пошло, и, ну, ничего, это временное, вся эта шелуха отпадет. У России это эра водолеев, все впереди, все впереди, я сам водолей, и в России тоже, тем более у России, водолейской России, все будет замечательно, не сомневаюсь. Ради своих внуков, правнуков, надеюсь, что будет так.